Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают как вам юбилейный форум кто из участников запомнился больше всего это было нечестно если я скажу как я я все помню если помню я очень внимательно и смотрю послушаю и слушай как они но спонят эти песни на цены меня ощущение что это наверное лучше конкурс на который я был с каждым годом участники становятся все сильнее интересная музыка исполняется безусловно есть мои личные фавориты от которых я получил огромное удовольствие и это был праздник музыки из четырех дней просто супер эмоции супер впечатления я рад что снова здесь оказался и мне кажется я может быть ошибаюсь но я как будто бы не вижу волнения в детях мне кажется это как раз таки из-за того насколько дружелюбно их принимают что для вас самое важное в первую очередь конкурсанте ты понимаешь какая штука вас детей очень сложно судить потому что вы все ну дети все и вы так вы такие искренние и все что вы делаете это ну вот какой с такой огромной долей искренности в глазах свет вы все излучаете такую радость и от того что вы ходите на сцену поэтому для нас чрезвычайно сложно выбирать из вас лучших вот но мне конечно очень важно для меня например очень важно как для профессионала чтобы ребенок который выходит на сцену ну хотя бы твоего возраста понимал смысл того о чем он поет понимал и осмысливал бы вот то свое пребывание на сцене для чего он это делает вот это самый главный вопрос вы впервые ведущий вокального конкурса на форуме леонида агутина ваше впечатление ну во первых это действительно так я впервые ведущий на вокальном конкурсе во вторых какие впечатления какие ассоциации может вызывать семья только самые добрые самые теплые впечатления и это не какое-то громкое слово это слово которое можно произносить тихо семья но сразу становится тепло и вот как только ты входишь в эту семью тебе становится хорошо вокальный конкурс форума леонида агутина одно из знаковых событий в детском шоу-бизнесе ежегодно на кастинг поступают тысячи заявок онлайн этап длится на протяжении нескольких месяцев но только лучших из лучших пропускают финал на прослушивание к именитому жюри в этом году уже по доброй традиции конкурсантов оценивает продюсер форума музыкальный редактор программ первого канала андрей сергеев лариса долина сократ великий маша шейх и новые звезды форма андрей дэ винчи илья киреев и гаяна такого мощного состава еще не было мы с участниками затаили дыхание какие ошибки чаще всего допускают юные вокалисты ну первая ошибка наверно сложно это назвать конечно ошибкой но тем не менее это выбор репертуар не все песни подходят участникам и в этом не они виноваты а виноваты их родители и конечно педагоги мы об этом говорим уже много лет даем рекомендации но сказать что наши рекомендации выполняются я не могу к сожалению мы задумались о том что возможно нужно сделать какой-нибудь курс или хотя бы прочитать здесь лекцию на форуме как по крайней мере посоветовать как на наш взгляд правильно подходить к выбору репертуара вы знаете вообще любая ошибка это здорово потому что нас эти ошибки приводит потом к чему-то очень большому и без ошибок на самом деле не интересно если бы все гладко было возможно бы это очень быстро закончилось потом поэтому ошибки классно совершайте эти ошибки идите дальше ничего не бойтесь вот чем больше ошибок тем потом мощнее и круче результат это правда лариса долина почетный член жюри оценивается строго а вам она давала советы ведь вы не распили дуэтом лариса александровна такой человек который вот можно ее даже иногда не спрашивать совета она настолько уже опытный человек что она вот если видит что что-то не так как это неправильно произведенная фраза и она понимает что но это неприемлемо и она всегда даст совет что касается меня у меня как-то так сложилось лариса александровна что она мне советов почему-то не дает если я сам ее не попрошу мне даже как-то я спросил александровна почему вы не даете мне советов она говорит ну вот как-то тебе не хочется давать советов у тебя все хорошо но скорее давала некие рекомендации в том числе и по грамматике и я испытывал в этот момент тепло и понимал что лариса долина со мной общается я вообще считаю что каждый человек который занимается в этой профессии он всегда должен уметь принимать советы старшего поколения профессионалов метров народных артистов россии на секундочку четыре номинации пяти возрастных категориях соло дуэты трио ансамбли и хоры в течение трех дней жюри отсматривали участников плакали все но все же некоторые от счастья так как получили свои заветные 10 баллов от всех членов жюри да да и от арисы долиной хоть она и известна своей строгостью к вокалу конкурсантов ее оценок ожидают все так тоже станет новыми юными звездами форума и споет в эфире нтв на всю страну вы не думали взять кого-нибудь из детей на продюсирование вы честно скажу вот честно прямо скажу думал но где ж мне взять еще дни и часы для этой работы потому что я все время и так нахожусь на работе последнее время частенько спрашивают но это отличается работа с ребенком от работы со взрослым и нужно ее изучить глобально чтобы понимать как как с этим работать то что если работать то хочется делать это на 10 такого музыкального подарка не ожидали даже мы хотя в курсе всех событий на форуме жюри вокального конкурса решили дать большой концерт на главной сцене как говорится показать класс а мы и рады на сцене восхитительная лариса долина обладатель бархатного голоса сократ нежная гаяна и четкая своих речах и мыслях маша шейх вот это да сегодня жюри вокального конкурса решили впервые дать концерт на форуме леонида агутина вы решили показать как работают настоящие профессионалы то есть показать класс я решила просто заняться своим делом основным которым я занимаюсь всю свою жизнь для нас это большая большая часть что мы можем сделать нашу работу здесь что мы можем показать не как надо бедно что мы тоже не тоже этот это ощущение меня только юрий а мы а мы тоже публика а мы любим раз первостепенно все-таки это чтобы зрители в этом зале получили удовольствие повеселились прекрасно провели вечер в компании с музыкой а если у нас есть такая возможность подарить эту музыку то почему бы и нет мы хотим показать класс но это касается вот этих замечательных профессиональных артистов а я вот не знаю заставили тоже выйти и спеть так страшно боюсь опозориться вот перед такими профессионалами которые участвуют у нас в конкурсе и сейчас будут на нас смотреть что сегодня увидят зрители что вы исполняете мы сегодня споем басую и мамой танцую 20 2 зажигательные танцевальные песни исполняю три мои песни я не виделись как я люблю петь как я радостно цена я решил спеть в караоке я спел песню знаешь рожден и седьмой лепесток так как первого числа у нас уже здесь был концерт и мы исполнили все свои песни я решил что почему бы не побаловаться в караоке что сегодня увидят зрители и что вы сегодня исполните ну что я исполню известные песни но это пока сюрприз я не могу его раскрывать вы скоро все увидите и я надеюсь что даже снимите но не покажете потому что это мне кажется будет не очень хорошо но все-таки это будет а а и 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 Но мы хотели сделать очень хорошее настроение на мероприятии, поэтому это совместное коллегиальное решение. И мне кажется, вроде получилось. Как вы думаете, какие бы оценки вам бы поставили члены жюри? За обаяние десяточку, за исполнение троечку. Есть ли у вас какая-то традиция или ритуал перед выходом на сцену? Ну, у меня лично нет, но если я выступаю с супругой, то она просит делать вот так. Вот дай ей ручку. Вот так. Я люблю перед выходом остаться в номере ненадолго одна, в тишине. Но это не всегда получается, поэтому даже если не получилось, ничего страшного. Сейчас уже, наверное, нет, потому что я же не выхожу на сцену как артист. Но когда-то, когда-то, я всегда вспоминал маму перед выходом. Сегодня выступает очень много разнообразных артистов. И какая песня ваших коллег вам нравится больше всего? Я люблю всех коллег, с которыми я выхожу на сцену, и все песни. Я очень люблю слушать Гаяну. У меня большое количество ее песен в плейлисте. Собственно говоря, Лариса Анна, безусловно, это наша легенда. Стена для меня любимая песня. Ильдинка, льдинка, скоро май. У вас есть любимая песня? У вашего коллеги есть? Конечно, я всех обожаю. Не потому что я танцевать сейчас с моей супругой, но я обожаю. Мне нравится очень песня с Гаяном вместе с группой Пицца и Индига. Ты сейчас не спишь. Я украл твой сон. Точнее, пытался. Да и не то чтобы я, а Сократ в своей нежной композиции. Но нам все равно пора прощаться. До новых встреч, ребята. С вами были ТВ-детки. Мы на каникулах. Смотри все наши выпуски из Сочи. Ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok